Ужасающие буйства огненной стихии в полной мере можно рассмотреть с высоты птичьего полета. Пока в причинах пожара разбираются компетентные специалисты, а жильцы дома подсчитывают убытки, отметим, если бы не слаженная работа всех задействованных служб, последствия могли быть более трагичными. Сотрудниками полиции был обнаружен горящий многоквартирный дом. Незамедлительно были приняты меры по экстренной эвакуации и спасению жителей, в первую очередь. Это пожилых, инвалидов, проживающих в данном доме. На месте организовано взаимодействие с экстренными службами, обеспечена бесперебойная работа, движение транспортных средств, спасательных служб. События тревожные ночи вспоминают инспекторы полка ДПС Илья Иванов и Антон Путнев. Увидели дым, напарник передавал по радиостанции, я побежал в ту сторону. Увидели с окна полыхающий огонь. Крики о помощи со второго этажа. Там бабушки стучались по решетке, поднялись на второй этаж. Разбили стекло. Дали бабушке воздух, чтобы она дышала свежим воздухом. Вынули ее на приступку кудоконнику. И дождались пожарных. Со второго окна, где находилась еще одна женщина, как нам гражданка пояснила, это мама ее. Она в лежачем состоянии, то есть с ней ходила. Здесь уже приехали спасатели, по лестнице подняли в соседнее окно. Достали гражданку еще одну. В дальнейшем к эвакуации жильцов дома вместе со специалистами областной службы спасения, ЦМК и МЧС подключились сотрудники патрульно-постовой службы. Приняли меры к эвакуации граждан совместно с сотрудниками ДПС, заслоном 11-м. И оказывали содействие пожарной охране в эвакуации лиц. Сотрудники, принявшие участие в спасении граждан, будут поощрены правами руководства Главного управления ВД России по Саратовской области. Денис Желтов, Андрей Багаев, Нарек Хачатрян, Вести, дежурная часть Саратов.